Blasphemous – это игра в жанре экшн-платформера и метроидвании, разработанная студией The Game Kitchen в 2019 году. The Game Kitchen – испанская студия-разработчик. Это уже может сказать про игру многое, потому что огромное влияние на сеттинг произвел собственно испанский город Севилья, в особенности истории тех времен, когда он был центром деятельности испанской инквизиции. Исторический расцвет города пришелся на 16 и 17 век, когда после открытия Америки он стал не только главным торговым портом испанской империи, но и центром искусства, преимущественно художественного. Поговорка того времени гласила «Кто не видел Севилью, тот не видел чудо». Не знаю, совпадение или нет, но чудо – это сверхъестественная сила, появившаяся в мире игры и послужившая причиной многих событий. Собственно, о сюжете. Существует некое то самое чудо, которое одних благословляет, а других проклинает. Главный герой, почти мертвый, лежит среди трупов. У него нет своего собственного имени, но другие зовут его Кающийся, или Безмолвно Кающийся из-за его обета молчания. Его цель – найти некую колыбель скорби. Шлем главного героя называется Капиротом. Во времена Инквизиции его надевали на людей, осужденных на смертную казнь. Есть необычный меч, который до этого главный герой достался каменялой статуе. На этом объяснение заканчивается, а все ответы на вопросы игрок найдет самостоятельно. Сюжет игры не линейный, но весь мир – Кастодия, разделен бронзовой дверью на две части. Геймплей похож на соус-лайк игры. Зажигаешь алтарь, у которого можно пополнить здоровье и флягить желчью. В случае смерти перснаш возрождается возле такого чекпоинта, а все противники обновляются. На героя накладываются негативные эффекты, а на месте гибели остается фрагмент вины. Дебафы можно снять либо у статуи исповедника, либо подобрав этот фрагмент. За убийство врагов дают валюту – слезы искупления. Их можно потратить на покупку способности меча, майзине у торговца, или пожертвовать в церковь Альбера после убийства одного из троих сюжетных боссов первой части мира. При пожертвовании в храм 10 тысяч слез, святилище будет восстанавливать рвение – ману, а при 20 тысячах – возможность телепортации между святилищами, что очень полезно. В Бластфемас нет разнообразия оружия, только меч в руках главного героя. Каждый раз при посещении нового храма меча урон оружия увеличивается. Потом в них можно купить специальные способности для меча. Древо прокачки состоит из 5 основных умений. Зреженная атака, атака в падении, удары с подката, метательное оружие и новые комбо. Вся последующая прокачка улучшает навык выбранной ветки. Впоследствии добавляются разные особенности – от простого увеличения радиуса поражения до значительных улучшений. В игре также присутствует огромное количество предметов, которые разделены на 5 типов. Предметы для заданий. Коллекция. В ней находятся собранные кости различных людей. В описании рассказывается в основном кем был человек и как он умер. Это помогает лучше понять и погрузиться в мир кастодий. Все кости можно отдать в ассуарии Альбера. После нахождения 30 костей откроется дверь в склепе, а после 44 – облик главного героя. Бусины для розария. Это предметы, которые имеют разные свойства. Их можно повесить на розарии персонажа, тем самым усиливая его. Реликвии. Предметы, которые обладают уникальными свойствами, чаще всего позволяют пройти по ранее закрытым дорогам. Сердцевины меча. В меч можно вставить одну сердцевину. Каждый такой предмет улучшает одну характеристику, но ухудшает другую. Сердцевины имеют значительное описание некоторых событий сюжета или локаций. Молитвы. Это особые способности. Расходуют полоску маны, которая называется рвением. Это может быть либо наделение персонажа полезными эффектами, либо особые боевые приемы. Предметы и их описание имеют некоторые особенности. Во-первых, здесь нет видимых характеристик. Во-вторых, иногда непонятно, что предмет дает или улучшает. Некоторые эффекты, которые дают предметы, можно понять только если хорошо поискать в интернете. Некоторые, с виду незначительные или бесполезные вещи являются на самом деле ключом к одной из концовок. К слову о концовках. Всего их в игре три. Я не буду спойлерить какая из них что значит, но хочу отменить способ их получения. К примеру, для одной концовки достаточно просто пробежать игру. Для второй требуется совершить некоторые действия. А для выхода на третью нужно посетить маленькую комнатку, находящуюся за иллюзорной стеной. Кстати, о иллюзорных стенах. Советую прощупывать как можно больше стен, потому что иногда их расположение может быть очевидным. А мимо некоторых можно пробегать всю игру, даже не подозревая, что тайный проход был прямым под носом. Мир игры многогранен и сложен, и порой не так очевиден. Вот якобы есть лифт, переход между локациями. Ничего необычного. В одной части локации сел, а приехал уже в другую. Но вот в чем загвоздка. Поднимаясь, можно заметить разные предметы, лежащие на пути лифта. Логично, так как в самом лифте при движении двигаться нельзя. Значит нужно подняться, опустить лифт и спрыгнуть в предполагаемую позицию предмета. Но при совершении этого действия персонаж умирает практически моментально. На самом деле, для решения этой головоломки нужен артефакт из второй части мира. И таких мест много. Игра регулярно будет поощрять возвращение назад. Простой пример. В самой первой локации, где буквально в катсцене видна красная пыль. Вроде ничего необычного, тем более при первом прохождении игры. Можно пройти дальше. Опять та же пыль, но выше уже есть лестница, которая очевидно куда-то ведет. Решение находится с дверями в той же локации. Только ключ находится в другом месте. Чаще всего такие вещи очевидны. Красная пыль в воздухе, непонятный объект в стене. Иногда не очень. Например, трупы на локациях, с которыми можно поговорить. Но лишь двое из всех во всей игре станут ключом к разгадке головоломки. А иногда о таких вещах можно попросту забыть. Например, о херувимах. Некоторые находятся в часто посещаемых локациях, а некоторые где-то в глубине. В таком случае лучше использовать метки, потому что их можно легко потерять. Над некоторыми вещами можно долго ломать голову. Но в большинстве случаев решение можно найти с помощью нужной реликвии. Игра выполнена в стиле темного фэнтези. Атмосферу задают уже первые минуты игры. Собственно, стартовая локация с множеством трупов и катсцена с наполнением шлема кровью убитого монстра. Местами уж слишком мрачна. Кастодия похожа на антиутопию, погорявшую в смертях и болезнях. Чудо уничтожает и уродует мир. А главный правитель безразлично взирает на все это с высоты своего трона. Все в Кастодии глубоко верующие люди. Все они уверены, что покаяние требует большой вины и страданий. Некоторые берут священные обеты. Например, главный герой, который несет обет молчания. Что тут сказать? Мир Кастодии наглядно показан выжженным, потрескавшимся и умирающим. И тут же, по воле того же чуда, в живых остается главный герой. Который в зависимости от действий игрока может облегчить страдания жителей и очистить Кастодию от нечисти. Или же, как многие, ка ночь в пепле на слепом пути к власти и величию. Отдельно хочется отменить саундтрек. Выполнен он под стиль игры, хорошо отражая настроение локации. Характер музыки изменяется с продвижением игрока по сюжету. Вот спокойная мелодия деревни Альбера, символизирующая последний оплот безопасности среди бедных людей. На соседней локации начинается динамичная музыка, как бы подбадривающая и поощряющая героя бежать по пути к полному монстров. Этот же, но уже более зловещий мотив играет и дальше. На предпоследней локации, крышах архикафедрального собора, играет та же музыка. Но уже с более спокойными или высокими нотками, символизируя превосходство и значимость собора над остальной местностью. И приближение героя к завершении его пути. Игра пропитана атмосферой Испании времен Инквизиции. Каждая локация, каждый персонаж так или иначе при создании был вдохновлен какой-то историей или произведением художественного искусства. Бостон Пьедат отсылает к скульптуре Пьета Микеланджело. Персонажи Эмина к святому Себастьяну. Также есть отсылки к Берсерку, которым создатели игры явно вдохновлялись. Но самое значимое и очевидное – это Инквизиция. Если вкратце, то мир игры построен на черной легенде об Испании. То есть преувеличение и создание абсолютно бесчеловечного образа страны того времени и собственной ее инквизиции православными странами, а также насильно христианизированными мусульманами и евреями. Здесь церковь и ее служители выступают гиперполизированно злыми и непросвещенными, топящими в крови и сжигающими на кострах всех непокорных им людей. Сюжет лихо закручен, и большая его часть подается через описание предметов. Боссы не имеют мудреных муссетов, которые невозможно предугадать и зачастую проходятся сразу или за несколько попыток. Хотя с некоторыми можно какое-то время провозиться. Саунд дизайн приятный. Игра может похвастаться богатыми и плавными анимациями. Саундтреки в игре исполнены приятно, особенно музыка из дополнений. Атмосфера отлично выдержана в стиле мрачного готического фэнтези. Совсем скоро состоится выход второй части, но перед этим я советую обратить внимание на первый Blasphemous.